Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего всем настроения. Сегодня день рождения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебе, Богосия, солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, дадь благословение, и, упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную. Сегодня день рождения той, с которой началось наше спасение. Не будь Божьей Матери, неизвестно, как ход человеческой истории дальше потек. Но потому, чтобы стать Богу-человеком, необходима была та природа которой, душа которой была способна соприкоснуться с Богом и не сгореть. Не сгореть от гордости, от самолюбия, от эгоизма, от желания своего что-то поиметь в этой жизни. Смиренного Бога могла принять только смиренная Мария. И Господь ее ждал. Ждал, когда появится в человеческом роде та, которая сможет ему ответить. На слово Архангела Гавриила «Обрела ты благодать, и будешь благословенна между женами, и через тебя Бог станет человеком, и ты будешь Богородицею». У любой бы девицы от этих слов, ну просто в забу дыхание бы сперло. Как я, я, Бога, избранная, я избранная. И, конечно, такая реакция, она преградила бы путь к смиренному Богу. Мария же говорит, «Сероба Господня, да будет мне по глаголу Твоему, все принимаю, да будет воля Твоя». И вот сегодня день рождения маленькой девочки, которую назвали по слову Архангела Марией, которая была благословлена и Аким, и Иоанне за их подвиг поношения, бесчадства, за их, в свою очередь, смирение. Они уже готовили и душу, и тело своей природой, своим естеством, своим духовным подвигом. День рождения — это всегда прекрасный праздник, появление на свет человека, уготованного Богом для вечности. И как прекрасно всегда близкому человеку на день рождения что-нибудь подарить. Часто мы относимся в суете, ну, что-то хватаем, что-то покупаем, приносят какие-то подарки непонятные, ненужные. С этими подарками не знаешь, что делать, куда их засунуть. И потом их передаривают, потом они где-то хламятся. Ну, потому что человек, даря подарок, он не подумал о тебе, о том, что ты любишь, что для тебя важно, что бы тебе могло пригодиться. Это всегда важно — подумать о человеке, когда ты готовишься его поздравить. И вот в этот день, конечно, так важно подумать о девочке Марии. Что для неё важно, когда она станет взрослой, когда она родит сына, когда этот сын вырастет, что для неё может быть самым дорогим подарком. И она об этом сказала. Она в Евангелии произнесла слово, так она всегда в тени, всегда впереди сын. И Иоанн Претич, он тоже в сторонку отошёл, друг жениха, жених вышел, друг в сторону. И даже отец, он говорил глазом громким, громовым, но говорил опять же, сей есть сын мой возлюбленный, в нём моё благоволение, его послушайте. И вот Мария, Мария Анна на браке в Кане Галилейской провозгласила единственную свою заповедь человеческому роду. Всё, что он вам не скажет, то делайте. Это заповедь Марии. Это то, что для неё важнее всего на свете. Это то, что для каждого из нас важнее всего на свете, потому что в этом заключается путь истина и жизнь, в исполнении заповедей Христовых. Наше сердце так устроено, что оно очищается тогда, когда исполняем заповеди Христовые. Наш ум так устроен, что он приходит в мир и покой, когда сердце очищается от грехов. Когда мир приходит в покой, когда ум приходит в покой и умиротворение, он видит, чувствует и слышит Бога. Исполнение заповедей — это необходимое условие для того, чтобы войти с Богом в отношения. Не любящий меня слов моих не исполняет. Кто меня любит, тот заповеди мои соблюдёт. Отношения с Богом невозможны только при условии взаимной любви. В любви Христа каждому из нас мы не сомневаемся. Наша любовь выражается в исполнении слова Девы Марии. Всё, что он вам не скажет, то исполните. Слава Богу за этот день, слава Богу за Рождество Богородицы. Вглядимся в её личность, в её жизнь, в её любовь к своему Божественному Сыну. И от всего сердца произнесём «Пресвятая Богородица, помогай нам». Господи сил, помилуй нас. Слава Богу за Рождество Богородицы. Слава Богу за Рождество Богородицы. Слава Богу за Рождество Богородицы. Продолжение следует...